19 часов и 3 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Прайнко. Это Финам-ФМ, ежедневная интерактивная программа «Реальное время». Сегодня у нас два интересных гостя и крайне интересная тема. В начале этой недели господин президент собрал свой новый совет по правам человека и развитию гражданского общества в России. В России, в общем-то, было достаточно информационных материалов, но, как мне представляется, крайне важно услышать мнение тех людей, кто, собственно, является членами этого совета. И пункт второй — все-таки разобраться, каковы функциональные обязанности, защищаются ли вообще права человека и есть ли права человека в России. Потому что сегодня, когда я анонсировал наш разговор, я увидел и в Твиттере, и в LiveJournal такие сообщения. «Права человека» — вопрос. В России второй вопрос, да? То есть я понимаю подтексты и с удовольствием вам представляемых гостей. Это Леонид Никитинский, секретарь Общероссийской общественной организации журналистов России. Леонид, добрый вечер. Добрый вечер. И Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека. Александр, рад ли вам ответить. Добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели. Многоканальный телефон номер 6510996, код Москвы 495. финам.фм — это наш портал в интернете. Для ваших писем там же идет и прямая веб-трансляция. Еще один наш ресурс финам.инфо — круглосуточный информационный сайт, на котором вы узнаете о самом важном и актуальном, что происходит в России за ее пределами. Ну и также можете пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере, туда направлять свои вопросы. Господа, я вот хочу сразу разобраться с законом о госизмене. Все-таки по тем лентам, которые я видел, да, президент заявил, что надо отложить, надо подумать. В итоге, я так понимаю, господин президент его подписал. Вот давайте ваши комментарии. Александр Брод. Ну действительно, на встрече членов Совета по правам человека, на которой я не был, потому что я не могу еще называться членом Совета, потому что нет указа соответствующего, значит, обсуждалась тема этого закона, высказывались сомнения, высказывались опасения, потому что действительно многие понятия размыты. Через несколько дней в российской газете этот закон публикуется. То ли, значит, поспешили с публикацией, то ли пока работа над этим законом приостанавливается. А некоторые журналисты даже стали писать о том, что президента подставили. Там есть действительно несколько изменений по сравнению с законом проекта. В частности, конкретизируется понятие безопасность России, нет формулировки какой-то абсурдной, там, враждебной деятельности и так далее. Но, тем не менее, если ты оказываешь помощь международной организации, финансовую, методическую, иную, и если эта организация признается представляющей угрозу национальной безопасности, естественно, ты подпадаешь тоже под ответственность. Вот вопрос, да, я, так сказать, оказываю, допустим, поддержку какому-то международному институту, абсолютно, так сказать, работающему, так сказать, открыто, легально, потом вдруг выясняется эта страшная правда, о которой никто, так сказать, не знал. Опасный закон? Опасный закон по поводу ученых, да, как раз ведь в эти дни, значит, по УДО освобожден один из них, там остаются, по-моему, два-три человека еще по-прежнему в заключении, до сих пор они не признают себя виновными, и журналисты возмущаются, и правозащитники, несколько лет назад был создан комитет даже поддержки этих ученых, которых обвиняли в шпионаже, они все говорят о том, что пользовались открытыми источниками, материалами, которые являются предметами научной дискуссии, выступали на международных конференциях. Где вот эта грань? Государственная тайна, доступность, недоступность информации. Все крайне размыто. Любого ученого, который выступает, могут теперь по этому закону, так сказать, подвести под статью. Или же, например, журналисты, правозащитники, которые, например, инициируют расследование в воинских частях по поводу произвола или фактов коррупции, или, скажем, атомная энергетика, насколько наши атомные станции представляют угрозу для экологии. Любые запросы, любые проверки со стороны журналистов, правозащитников, будут истолкованы как вторжение в сферу национальной безопасности. Я вот так, по крайней мере, с большой степенью осторожности и подозрительности воспринимаю этот новый закон. Леонид, а ваш взгляд? Ну, я что могу сказать? Ну, вот Данилкин у них шпион, а вот руководство Института Космического, которое разворовало... Шесть с половиной миллиардов. Из программы ГЛОНАСС, которая имеет самое непосредственное отношение прямое к обороне. Это там государственные измены почему-то не усматриваются. Ну, это чушь. Но по поводу этой интриги с опубликованием этого закона... Не была ли интрига как таковая? Я не знаю. И на самом деле меня... Вот я просто могу сразу привести второй пример, да, что через два дня после встречи с нами президент подтвердил информацию о переезде двух высших судов, да. А что же он с нами тогда это не обсудил? Для чего этот совет тогда? Да с кем же еще его обсуждать? Такой вопрос, да. Мнение общества как-то надо бы выслушать. Но это сделано не было. И я пока не очень понимаю. Там на заседании было понято достаточно много интересных вопросов, очень важных. И вроде бы президент что-то сказал, там надо это, надо то. Цены его слов я пока не понимаю, потому что вот происходят такие вещи. А механизмы реализации этих вот разговоров, да, я тем более не понимаю, собственно говоря. То есть, ну на ваш взгляд, он вас слышит, вас членов совета? Он слышит, но он, на мой взгляд, ну по тем вопросам, в которых я ориентируюсь, он сильно предубежден. Он пытается делать вид, и зря он это пытается, что он понимает во всех вопросах абсолютно. Не может человек во всем понимать. Во всяком случае, по вопросу о суде присяжных, по которому я, собственно, специалист, он стал возражать в том духе, что вот вы знаете, а на юге там, да, в республиках юга, скажем так, присяжные оправдывают террористов. Ну, во-первых, таких дел, по-моему, даже и не было, потому что им не дали там развиться институт присяжных. Во-вторых, когда мы говорим об участии граждан в отправлении правосудия, что прямо предусмотрено Конституцией, кстати, речь совершенно не обязательно идет о 12 присяжных, и именно по делам о терроризме. Почему о терроризме? Давайте о мошенничестве, давайте о других делах, так сказать. Поэтому это возражение мне показалось совершенно неубедительным. Но это человек, вот смотрите, это такая дезинформация, то есть его дезинформируют, или он просто скрывает, на самом деле, свое мнение, пытается быть лучше. И то, и другое, я думаю. И то, и другое, конечно, да. То есть, как любой политик, Путин неискренний? Думаю, что да. Тем более, тем более в этой византийской системе искренность абсолютно опасна для него. Он не может быть искренним. По вопросу о переезде судов, он во всяком случае неискренний. Я думаю, что цель вообще какая-то совсем другая. Я, собственно, об этом уже написал заметку завтра. Друзья, Леонид, а вот на ваш взгляд, вот какая цель-то в этом совете, чтобы обострить наш разговор? Ну, вы же так же, как и я, слышали, читали и видели эти комментарии прежних членов совета, да, которые ушли. Некоторые из них хлопнув дверь и ушли. В общем-то, они все были убеждены в одном. Это такая студийная декорация для президента. Ну, типа, вот и у нас права есть человека. Типа, и мы развиваем институты гражданского общества. Вот как вам? Ну, возможно, возможно, на самом деле, что, на самом деле, понимаете, вот как я воспринимаю нынешнюю политику Кремля в отношении с гражданским обществом. Это политика создания симулякров. И в этот совет, собственно говоря, мне представляется, что напихано определенное количество симулякров. Правда, получилось так, что их там меньше, чем, так сказать, хотелось бы тем, кто этим занимался. Но вместе с тем, я не думаю, что это совсем уж бессмысленное занятие. И мне кажется, что надо президенту говорить в глаза, в корректной форме, естественно. Лучше не в митинговой, а вот в такой как-то структурализированной. Надо говорить какие-то вещи, которые очевидны. Потому что, ну, как складывается ситуация? Он же тоже маневрирует, он тоже меняется. И в это время надо быть рядом, когда он изменится. Даже чтобы сказать, ну, вот что мы их можем предложить. Ну, я хочу добавить, что действительно надо использовать эту возможность. Мы прекрасно все знаем, что... Быть студийной декорацией? Нет, нет, я сейчас объясню. Мы все прекрасно понимаем, что происходит, какая удручающая ситуация с правами человека, как происходит расслоение общества, как наглеют чиновники, какой кризис испытывает система правосудия. Дня уже не проходит, чтобы какого-то сообщения не было. Но, тем не менее, использовать эту возможность и вот встречаться с президентом под стенограмму перед журналистами, телекамерами, говорить об этих проблемах, ведь были очень острые выступления, я читал стенограмму, да, и Масюк, и Морщакова, и Костанов, адвокат. Костанов, да, Костанов. Очень были серьезные проблемы как раз вот по всем этим вопросам и сферам. По реформе правосудия, о вопросах коррупции, так сказать, о цензуре на телевидении и другие темы. Да, вот как не перед президентом эти темы озвучивать и совместно решать. Потом, как я понимаю, будет работа в специальных группах и будут готовиться рекомендации, предложения по совершенствованию законодательства и так далее. Так что все зависит от людей. Я вижу, что в этом совете есть очень такие активные люди, профессионалы, новые фигуры появились. Да, наверное, есть люди, которые неизвестны, которые, может быть, и не будут ходить даже на все заседания, но костяк сам по себе, мне кажется, сейчас неплохой. Надо использовать эту возможность. То есть все зависит от нас. Мы не декорации, а надо работать, надо озвучивать, надо выступать. Просто нет другого пути. Да, конечно, много есть площадок. Там общественная палата, масса правозащитных организаций, уполномоченные по правам человека. Но не срабатывает это. Мы видим, что ситуация удручающая. Леонид Никитинский, Александр Брод. Реальное время в Финам. ФМ. Продолжим после краткого выпуска новостей. 19 часов 18 минут. Это реальное время в Финам. ФМ. Здесь Леонид Никитинский, Александр Брод. Члены президентского совета по правам человека. Обсуждаем эту тему. Вы можете в ней самое непосредственное принимать участие. 65 10 99 6. Код Москвы 495. финам.фм. Наш портал в интернете. Там идет и прямая веб-трансляция. Леонид. Вот смотрите. Сейчас только что в новостях нам сообщили очередное обвинение очередному высокопоставленному чиновнику. Вы обсуждали эту тему? Тему коррупции? Очень мало в этот раз. А по причине? То есть кто является модератором? Сами члены совета или президент? Нет. Модератором являются двое. Вот так было. Ну я был на единственной встрече пока. Модераторами фактически являются двое. Президент, конечно, и Федотов. И при каком-то... Мне у меня создалось впечатление, что при обострении какого-то разговора стрелка переводится на другую тему. В частности с правосудия мы соскочили на Пушкова, который сказал давайте заниматься демократией в Америке. Какая она плохая. Ну я... Это всерьез такие, да? Инициативы там звучат? Ну как? По поводу демократии в Америке. Это вы спросите у Пушкова. Я-то, так сказать, мне трудно за него. В его голову влезь. Хотя когда-то мы с ним работали вместе в Московск новостях. Ну я бы поддержал это. Давайте демократию в Америке займемся. Сравним с нашей демократией, так сказать. Моему, это очень хорошо. Хорошее предложение. Вот. Но по поводу коррупции соскочили на педофилию вот так как-то, так сказать. То есть наскоками? Ну, конечно. При таком количестве народа и в первый раз, в общем, серьезно какую-то тему трудно. Три часа время, да? Три часа. Ну, где-то часа три я не засекал, но долго мы сидели. Я во всяком случае сбегал покурить там втихаря между охраной и ФСО, так сказать. Потому что я не могу... В тех местах есть... Есть очень хорошая курилка, замечательная, с картинами, там очень удобная, приятная. Это неожиданный такой поворот, я думал... Наверное, закроет, когда вступит в закон о борьбе с курением. Тогда это будет ужасно. Вы знаете, я не буду называть имя. Я тоже общался с человеком, который является вот вашим коллегой, членом совета. Реакция была такая... Скукотища, страшная. Я бы не сказал. Нет? Нет, нет. Я бы не сказал. А вот почему? Вот что зацепило реально? То есть понятно, что там, когда надо, уводят, да? Когда не надо, там... Демократия в Америке. Ну, во-первых, во-первых, была поднята масса действительно интересных вопросов и действительно ярких выступлений. Был в том числе и Масюк по журналистике, что мне близко, в том числе и Морщакова, и Костанов по суду, что мне тоже близко. Кабанов не успел высказаться и что-то, он, так сказать, какой-то краешек этой коррупции, по-моему, затронул. С одной стороны. С другой стороны, там есть интриг, который я пока не совсем понимаю, но она там есть внутри. Ну, в том, что ряд членов Совета как бы не совсем одобряет приход других членов. Интриг сложная. Интриг сложная. Такие межличностные отношения. Не межличностные, не межличностные. Я думаю, что я не нарушу никаких табу, если я расскажу, как мне это объяснил Федотов. Дело в том, что вот когда было запущено это интернет-голосование по инициативе Крымля, стало понятно, что все это будет полная чушь, потому что в интернете, даже при честном голосовании, так сказать, получат больше всего голосов не эксперты, а, так сказать, какие-то другие лица. И это превращается в бессмысленность. Кроме того, говорят, что там были накрутки, я за этим честно не следил, и, в общем, не особо туда рвался. Но когда были подведены итоги голосования, Федотов подал первый список через администрацию, естественно, через Володина, в котором фигурировало по одной фамилии в каждой номинации, и это были фамилии тех, кого выбрал совет. То есть там мог быть... Я в своей номинации оказался вторым, потому что это предсказуемо, потому что там я был почему-то в номинации расследования похищения людей. Ну, расследованием я занимаюсь, а про похищение людей я не слышал в последнее время. Но там первое место занял Красный Крест. Ну, нормально. Значит, он этот список принес, где указал фамилии тех, кого хочет совет оставшиеся, да, вот эти вот люди. Тогда ему было сказано, нет, Михаил Александрович, давайте по три вот в каждой, по три первых места в каждой номинации. Ну, опять решили, что надо сливать воду, потому что тогда администрация, я не говорю Путин, я говорю администрация, которая хитрит и интригует, да, выберет тех, кто нужен ей, то есть симулякров, по-моему, в моем представлении, и это будет бессмысленной опять организацией. Но в последний раз, когда Федотов пришел уже непосредственно к Путину, Путин вдруг сказал, а давайте в трех, вот всех в трех, в чехом. Мне представляется, механизм принятия этого решения такой, что у Путина есть свои пацанские правила, да, так сказать, по-своему честные. Все ждали, Миша, который мой близкий друг, и я его хорошо знаю, все ждали, когда он по татаме застучит ладошкой, что хватит, я больше не могу. На него же было куча грязи вылета, черти чего. И жена его Маша, которую я тоже хорошо знаю, ему говорю, ну вообще, ну хватит уже, ну слушай, сколько можно этим заниматься. Но он по татаме ладошкой не застучал. Я его спрашивал, он был у меня, я его спрашивал, нет, он говорит, я буду работать. И чисто по-пацански, сейчас я продолжу объяснять, чисто по-пацански Путин сказал, ну давайте всех трех, да. Но когда всех трех туда включили в этот совет из каждой номинации, то получился численный перевес тех, кого все-таки Федотов хотел там видеть, да. Грубо говоря, по одному симулякру, я понимаю, что я, может быть, с такими словами бросаюсь, я просто обозначаю свою концепцию, да. Я не готов сказать, что вот симулякру. Это ваше личное мнение, да. Да. Но по два-то тех, кого бы там было интересно видеть прежнему составу. Вот такая интрига, да. Александр. Да, ну у меня несколько другой взгляд. Смотрите, у вас же там вообще история страшная была, я помню, мы с вами как-то в итогах дня обсуждали, да, вашу голодовку и так далее. То есть, не очень хорошая история была. Ну, история была, прежде всего, нехорошей с тем, как совет подготовился вот к этой процедуре отбора. И, на мой взгляд, с одной стороны, не подготовился с правовой точки зрения, с другой стороны, слишком дал, как бы, волю вот этим субъективным таким ощущениям, представлением о том, каким должен быть совет. Поскольку, все-таки, вот этот список из ста с лишним общественников, среди которых были очень достойные люди и адвокаты, и ученые, общественники и так далее. Вот. Этот список был просто вычеркнут так называемой рабочей группой. Кто ее формировал, по какому принципу она осуществляла отбор, непонятно. На сайте совета нет ни положения, ни состава этой рабочей группы. Вот. И с этими людьми просто вот обошлись, так вот выбросили и забыли о них. Ни на их письма, ни на обращения, ни на выступления в СМИ серьезной реакции ни председателя совета, ни членов совета того состава не было. Что и побудило меня к такому методу, допустим, радикальному обратить внимание к этой проблеме. Кто-то писал жалобы, кто-то подавал иски в суд. Но я считаю, что это было очень непорядочно. Объясните мне, пожалуйста, людей просто выкинули. Вот ради чего все это? Вот мы сейчас, все здесь люди взрослые, мы же сейчас с вами понимаем, что есть определенные, ну определенная необходимость для господина Путина, да? Ну вот он возглавляет этот совет, значит, он его создал там, собрал людей, да, там, патрины. Нет, но он не участвовал именно в процедуре отбора. Бог с ним. Он в конце концов президент, он имеет право не участвовать в этом, да? И вот я хочу понять, я думаю, и абсолютное большинство наших слушателей хотят понять, вот в чем суть? Ну вот совет по правам человека при президенте России, да? И что? С чьей точки зрения? С точки зрения администрации Кремля или с точки зрения гражданского общества? Нет, ну конечно, гражданского общества. Ну что же мы говорим? Да, там, Кремль пусть своими делами занимается. С точки зрения гражданского общества уже сказано, да, для того, чтобы был хоть какой-то механизм донесения острых вопросов до самого верха. Вот и все. Ну я, ну смотрите, ну вот, вы донесли, я имею в виду член Совета, да, значит, по поводу госизмены и в среду мы получаем российскую газету. ну так, но мы донесли. Это зафиксировано, это зафиксировано, значит, уже президенту должно быть неловко, что он сказал так, а получилось по-другому. Это уже результат. неловко он не единожды уже испытывал. Вы знаете, у меня есть претензии к Совету там по прошлым годам, что не все темы рассматривали, сосредотачивались только там на резонансных делах, плохо работали с письмами, обращениями граждан. Но что-то и удавалось, я помню, при Эле Александровне Панфиловой благодаря Совету внесли поправки в закон о гражданстве, упрощение процедуры, так сказать, гражданства. Потом разрабатывался закон об общественном контроле, ну, правда, пока тоже его под сукно положили, но работа такая велась, то же самое по делу Магнитского была проведена проверка. То есть что-то удавалось, но, конечно, большинство вопросов нет. И то, что власть игнорирует, ну, это действительно печально, но надо стучаться, надо идти, пусть это будет Сизифов труд, но как по-другому. Правозащитники не могут вот в своем кругу, да, вот у меня есть организация, мы будем там каждый день выпускать заявления, мы каждый день будем критиковать, мы будем выходить на площадь, ну, и что изменится? Без соприкосновения с властью мы ничего не добьемся. Александр, но ничего не меняется. Вот смотрите, за время, значит, президентства, вот этого третьего, да, я все вспоминаю эту историю, когда Путин дал интервью Rush Today, и мы думали, как сформулировать? Сформулировали первое интервью после третьей инаугурации. Вот понимаете, я просто хочу понять, он не слышит, он закручивает гайки, это реально видно по вот этим инициативам Сидякина, там, и т.д., и т.п., да, и что? Ну вот вы сидите, вы ему говорите, вы не прав. Вот, кстати, скажите мне сейчас, подождите, были такие выступления, когда говорили, Владимир Владимирович, вы не правы? Ну, мое выступление фактически было таким. Вот таким? И как он? Ну, ничего, сказал, откуда вы знаете, я ему сказал, Хорошая реакция, откуда вы знаете? Я ему сказал, что, Владимир Владимирович, по моим сведениям, только что полученным от Насти Корни, которая там сидела из ведомостей, съезд судей перенесен на две недели из-за несовпадения с вашим графиком. Он подскочил и сказал, а откуда они знают мой график, так сказать? Я говорю, ну так, вопрос не в этом, а в том, что их полторы тысячи человек, а вы один, может быть, логичнее было наоборот, ваш график перенести, собственно говоря. Ну, я не думаю, что, ну, я был корректен, но мне кажется, что этот вопрос для него был болезненным достаточно. Давайте так, сейчас мы уйдем на краткий выпуск новостей, и я предлагаю нашим слушателям теперь уже вступить в наш диалог. Все-таки, как вы считаете, есть ли целесообразность вот в таком диалоге или это монолог? Звоните, пишите. 19 часов 31 минута, Финам ФМ, реальное время, Леонид Никитинский, Александр Брод, члены президентского совета по правам человека. Здесь и сейчас у нас в студии прямого эфира 65 10 99 6 код Москвы 495 финам.фм наши средства коммуникации. Я теперь вас приглашаю, уважаемые слушатели, принять участие в разговоре. Но прежде, господа, скажите мне, каков механизм, ну вот кроме словословия, кроме встречи на паркете, там с хорошей курилкой, это тоже немаловажная деталь. Конечно. Но после сегодняшнего эфира, я думаю, ее закроют. Но вот на ваш взгляд, есть механизм реализации? Ну вот сказали президенту, президент услышал, не услышал, кто его знает, кроме президента. Никто не знает. Вот механизмы есть? А я, и этого я не знаю тоже. Ну если он и есть, то он чисто византийский, он разовый, так сказать, механизма в понимании института нет, не существует. Не существует? Нет. А вы, Александр, как считаете? Ну я считаю, есть определенный инструментарий, конечно, так сказать, он недостаточный. Ну что это, так сказать, письма, это выступления, это выездные проверки и так далее, и так далее. Там подготовка рекомендаций, законопроектов. Ну, конечно, это не все и не всегда учитывается. Ну, то, что имеем. Может быть, мне бы близко было высказывание господина президента на реплику Леонида Парфенова, да, по поводу госканалов и как-то на госканалах не будет государственного управления, там, государственного цензурирования и так далее. Я просто, понимаете, я хочу, чтобы из этого института действительно что-то получилось. Но не в византийском Леонид-Варианте, да. Византийзм, он и так работает, худо-бедно, да, там, вон они друг друга стали обвинять в коррупциях, там, вот ловить, там, и так далее. Это уже каждый день, но это не институционально. Мне кажется, все зависит от самих членов Совета. Если они считают, что Совет, это только вот раз в полгода встретились с президентом, выступили, разошлись, а дальше уже как-то все само должно бурно зашевелиться, там институты заработают, чиновники возьмут под козырек. Это ошибочно, я считаю, это ежедневная работа, рабочие группы, это выступление, это документы. Нет, подождите, вот получается, что на самом деле у гражданского общества нет системы контроля над вот этими небожителями. Нет. Которые уже, по-моему, воспарили в буквальном смысле. Нет. Закона об общественном контроле нет. Кстати, вот, по-моему, Масюк поднимала тему, что был в такое, так сказать, советское время при Ельцине был закон об обязательном рассмотрении газетных публикаций. Сейчас на них никто не обращает внимания, даже если... Да, Масюк об этом говорил. То есть механизм на самом деле нужен, но вряд ли его можно назвать простым. И это позволяет всем отмахиваться, опишись там, да, так сказать. Это известная проблема, с которой я сталкиваюсь постоянно, потому что я же занимаюсь расследованиями. И все говорят, даже они, те же судьи, там, потихоньку в коридоре могут сказать, ну, ты прав, там, все здорово написал, но мы ничего не можем сделать. То есть эффективно... Леонид, подожди, а вы следом... Что значит не могу ничего сделать, да? Вы же так говорите? Нет, я им так не говорю, потому что я понимаю, что они действительно ничего не могут сделать. По понятиям. Не, он пошевелится и просто вылетит из вертикали, и все, его не будет. Вот. Я понимаю их положение на самом деле. Вот, а тот законопроект об общественном контроле, который готовился и палатой, и советом по правам человека, пока он в замороженном состоянии, а там были такие вещи, как общественное расследование, общественное слушание, обязательность, отчетность чиновников. Вот, например, скажем, в европейских странах там председатель правительства приходит, вот, социально-экономический совет. Это аналог общественной палаты Российской Федерации. Регулярно приходит туда и отчитывается, как он выполнил рекомендации данного экономического совета. У нас такого, к сожалению, нет. Я просто боюсь, что может получиться ложное впечатление, что это вина совета прежнего, что этого закона нет. На самом деле, власть его не хочет. Нет, закон-то есть, власть его не рассматривает, да. То есть, они просто не рассматривают. Вы можете толдычить им. Абсолютно. Вы можете им писать. Но все-таки, все-таки, ну, куда деваться? Надо что-то делать. Надо что-то делать. Ну, давайте послушаем и пообщаемся теперь с нашими слушателями. Я все-таки хочу понять, как вы реагируете. То есть, с одной стороны, да, действительно, хороший институт, он необходим, называется очень пафосно, да. Такие названия и гражданское общество, и права человека, но все, как вот Леонид сказал, по-пацански, да. Ну, по-пацански, да. Не по закону, а по-пацански. Там свои законы. Добрый вечер. Добрый вечер. Вадим, меня зовут. Я выскажу свое личное мнение. Не претендую, конечно, на весьма в последний инстанции. Я лишь тут три главных пункта. Ну, во-первых, политико-энамическая система, созданная в стране, создана таким образом, что внутрисистемными, на взгляд, методами ее просто изменить нельзя. Второе. Вот этот Совет, созданный, как, в общем, и все остальное, он решает две главные задачи. Во-первых, показать миру и народу России, что, вот, дескать, мы демократические институты создаем, слушаем общественное мнение. Это первая видимость такая создается. Вторая, нам это печальная вещь, что собирают какое-то количество, я сейчас не говорю, те, кто получают Мерседес, обслуживают власть, а какое-то количество честных, порядочных, искренне веющих правду и честных людей, для того, чтобы они там внутри, собственно говоря, выговаривались, не ходили по митингам, не вступали в оппозиционные движения партии, думали, что можно где-то как-то решить. Слушайте, не, ну, прежде всего, Вадим, но это все же лицедейство, на самом деле. Конечно. И третье, сейчас как раз я вам скажу самое главное, что ничего нового в этом нет. Наверное, уважаемые гости читали, что им был такой хороший детектив «Гибель 31-го отдела», где самых ведущих, хороших журналистов, ярких оппозиционных, собрали в редакцию одного журнала, они там писали яркие, большие, разгромные статьи, и получали зарплаты, и машины, и хорошие гонорары, все, только никто этот журнал не печатал. И последнее, в свое время наш российский Нострадамов Владимир Алексеевич написал по поводу 905-го года событий, что несознательные рабочие, обращаясь за помощью к царю, не понимали, что царь есть руководитель той самой системы, которая унижает, обирает и обращает их. Поэтому ничего нового нет, к сожалению, это печальная действительность. Вот эти все советы при министерствах, ведомствах, это видимость. И обман на себе нет. Да. Ну вообще, кстати, у меня возникал вопрос к совету при Министерстве обороны. Да, вот чем он занимался? Сейчас вот всплывают такие вещи, да, так сказать, ну что, никакой это тогда не волновало? Нет. Не было отмашки. Два с половиной года знал руководитель, что воруют, оказывается, вот как. Вообще-то статья... Спутники падали. Вообще-то статья укрывательства преступления в уголовном кодексе есть. На самом деле, за это. Так, кстати, интересно, вот я был два состава в общественной палате Российской Федерации, почему-то вот меня совет, так сказать, так усиленно, так сказать, хотел работать в совете при Министерстве внутренних дел, вот как-то не получалось. То есть, не очень они хотят с правозащитниками работать. Ну, получается, это приговор. Вот понимаете, это приговор. Еще-то я не услышал никакого приговора. Нет, приговор заключается в том, что вот это все, это декорация. Вот я бы так сказал, это попытка создания декорации, которая не удается. Не удается. Не удается. Потому что, ну, не удается она. И никого не вводят в заблуждение, что это якобы демократические институты. Вот замечательный человек, который сейчас говорил по телефону, он и прав, и не прав, потому что за границу это не вводят в заблуждение. Они прекрасно все понимают. Но российский наш человек, которому это интересно, тем более это все хорошо понимает. Но понимает также то, то есть декорации не получаются. Она ни для кого не декорация. С другой стороны, и в общественной палате, и в совете масса людей очень приличных, интересных, которые, в общем, с этой помощью пытаются делать совсем не то, что от них ожидается в рамках декорации. Но вот поэтому я бы так сказал. Я не могу сказать, что это полностью декорации, все плохо. Все-таки удалось принять пакет антикоррупционных законов, которые готовили и в палате, и в совете при президенте. Создали общественно-наблюдательные комиссии при системе ФСИН. Увеличивают помощь неправительственным организациям. Ну пусть это мелочь, ни на что пока не влияющая. Но что-то же все равно делается. А в общественной палате занимались тоже и дедовщиной, и социальными вопросами. Вот я просто сам занимался историей ветерана, который жил в машине. Просто его выкинули из дома, разломали дом. Он жил в Арбатском переулке, в шестерке. Я помню, да. Зимой, да. Мы добились, ему дали однокомнатную квартиру. Все, конечно, в ручном режиме, да, со скрипом. Ну, что-то там, по речнику, например, приостановили снос. Ну, что-то, что-то делается. Мелкие шаги. Я скажу, что в системном смысле, вот, в системном смысле, есть, может быть, одна функция. Это достаточно сильный аппарат гласности, да. А гласность, это вообще очень сильное дело само по себе, да. В условиях гласности, когда это произносится, фиксируется на сайте президента, да, ну, какие-то вещи труднее делать и скрывать. И в этом смысле, это, конечно, все-таки вещь системная, как ни странно. Да, Леонид, но вы сами сказали, как только кто-то обострял, да, вопрос. Тут же права человека в Соединенных Штатах Америки возникали в поездке дня. Да, есть, так сказать. Вот симулякры, это моя боль. Вообще моя боль по жизни, да, так сказать, и в искусстве, и везде, так сказать, нашествие каких-то сущностей мнимых, да, которые меняют подлинники, это везде. Ну, в том числе и в политике. Но, тем не менее, были произнесены какие-то вещи, и Путин что-то отвечал. Все это лежит, все это можно посмотреть. Это очень важно. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Юрий, меня зовут. О нашем господине президенте хотел я пообщаться. Да, вы в эфире говорите. А, да, да. Мне кажется, был у вас вопрос, монолог это или диалог все-таки. Я думаю, ну, на самом деле, это все-таки монолог у нас с господином президентом. И постепенно этот монолог уже переходит в такую стадию. Наш президент, как мне кажется, он уже становится таким-то вялым, и это похоже уже на такую стагнацию прежненную. А в чем вы вялость его увидите? Ну, вот вы с собеседником не общаетесь, уже ему кто-то может что-то возразить. А вот потихонечку, постепенно. То есть, ну, третий срок, мне кажется, что он уже постарел и устал. Подожди, а если бы он не допускал возражений, на ваш взгляд, это была бы сила, да? Нет, нет. Нет, ну, получается, по вашим словам. Нет, нет. Это было бы что-то похоже на сталинскую такую стагнацию. А тут он уже потихонечку, мне кажется, превращается в Брежнева, постепенно начнет превращаться и так далее. Да, я понял, спасибо. При Брежневе советов не было потом. Там были другие советы, да. С правозащитниками жестко. Я хочу... Вышел на площадь. Вы же видели его, да? Вы же вялость-то видели? Я его видел, правда, очень издалека. Так получилось, там все сидят строго по алфавиту, а я в самом дальнем углу сижу, так что мне... А я были за руки, и мне не очень хорошо. Но... Но вялость-то заметили? Нет, его реакция быстрая, неточная, в силу, о чем я уже говорил, в силу просто незнания всех вопросов, всего человека не может знать, и зря он пытается реагировать на все, так сказать. Может быть, нужно больше слушать. Но он бодр... Я даже сказал бы, да, надо больше слушать. Он бодр, так сказать, прыгуч, и, так сказать, все россказни о том, что он болеет, это полная ерунда. А он выдержал трехчасовую беседу, как новенький, там, не дождетесь, что вы... Нормально все. Как сказал Дмитрий Анатольевич в интервью финским СМИ, жив-здоров и слава богу. Жив-здоров, да. Ну и слава богу, на самом деле, я думаю, да, потому что если бы он был не жив-здоров, такая бы заваруха началась, это вообще как-то кошмар. А что касается вот реплики слушателя? Ну, он при Брежневе-то не жил, и счастье ему, а это при Брежневе-то совсем по-другому все выглядело, совсем не так, как он говорил. Сейчас вообще какая-то появилась... Мы бы за такие речи уже бы там стоял, стоял бы Воронок, между прочим. И были ли вообще такие речи? Ну да. В прямом усилии. Ну, на пухне были, да. У кого-то ностальгия по Сталину, да, у кого-то сейчас вот по Брежневу 30 лет прошло. Вот я обращаю внимание, сравнение, да, Брежнев-Сталин, смотрите, крайности какие, да, берутся, и вот пытаются туда втюхать Путина. Меня как-то это настораживает. Нет, экономически стагнация похожая на Брежневский режим, а сам-то он совершенно не похож. Методы управления, конечно, другие. Конечно, другие. И при Брежневе-то не было ручного режима такого, да. При Брежневе как раз, в общем, были созданы институты, и худо-бедно суды все-таки держались в рамках приличия, ну, за редким исключением. А сейчас-то этого нет. Сейчас суда вообще нет, как такового. Это точно. Краткий выпуск новостей, затем продолжим наше реальное время. Звоните, пишите, господа слушатели. 19.48, реальное время. Финам.фм. Леонид Никитинский, Александр Брод, члены президентского Совета по правам человека. Я предлагаю продолжить наше интерактивное общение. 65 10 99 6, код Москва 495, финам.фм. Это наше средство коммуникации. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло. Добрый вечер. Меня Юрий зовут. Только это я не предыдущий, а новый Юрий. Здравствуйте. Я вот, Юрий, вот вы правильно говорите, Византия, там приговор. Я тоже с этим согласен, но мне кажется, не надо терять оптимизма и надежды, потому что жилищем еще какое-то время предстоит смириться с этим человеком. А все эти организации, в том числе, вот как уважаемые господа, нужно просто тыкать его острой палочкой. Чем больше мы его будем тыкать, тем, глядишь, он, может быть, внутри себя о чем-то задумается, ну и начнет хоть как-то прислушиваться. Мы это с вами не заметим, он нам это публично не скажет, но, глядишь, вот поможет. Такое мы им. Ну, я что могу сказать, значит, в названии совета есть такие формулировки по развитию гражданского общества. Вот этим тоже надо заниматься, не только там тыкать палочкой, да, так сказать. Острой. У нас не все зависит, так сказать, от одного человека. Он может и ответить. У нас прокуроры, судьи, мэры, губернаторы, все, все хороши, плюс чиновники на всех, так сказать, ступенях вертикали. Вот если в регионах будут сильные правозащитные организации, люди, которые будут выступать по этим проблемам, которые будут объединять людей, которые будут работать жалобами, обращениями, вот тогда действительно будет вот именно та активная среда, которая будет просто противостоять этому произволу. Леонид, а вы как? Готовы? Какой неблагодарный. Тыкать палочкой, всю жизнь этим занимаюсь. Теперь как бы приобрел некоторую защиту в результате эти тыканья палочкой будут восприниматься сильнее теми людьми, для которых важен статус, собственно говоря. А членство в Совете это статус? Ну, для судей, конечно, статус, да, так сказать. Они уже просто не могут от меня отмахнуться, так сказать, а ты кто такой, так сказать. Для них это очень важно. Это важнее для них, чем для меня самого. Ну, этот человек нас поддержал, спасибо. Я думаю, что большинство настроено нас тыкать палочкой, как он сказал, а он поддержал, спасибо. Вот и все. Аксей из Новокузнецка пишет, пусть хоть засоздаются общественные институты, мы потерпим еще лет пять и устроим еще раз семнадцатый год. Ну, вот для того, чтобы это не случилось, эти институты и нужны, потому что самое, самое плохое, что может случиться, это семнадцатый год. Это никому на пользу не пойдет. Я абсолютно с вами согласен. И, понимаете, вот хорошо у нас есть осознание, я надеюсь, что и с той стороны это осознание также присутствует. Боюсь, что нет. Там другие механизмы работают. Может быть, есть это осознание, но в моем представлении положение Путина угрожающее, потому что он может, очень правильно в одном из интервью, которые в нашей газете он дал, Дима Орешкин сказал об этом, что есть коллективный Путин, так сказать. И в этом смысле, так сказать, он заложник коллективного Путина и в принципе, страшно сказать, но со стороны окружения ликвидировать его не представляет большую проблему. Он это понимает прекрасно. Поэтому он, может быть, и хотел в моем представлении что-то сделать по-другому, но есть окружение, которое очень жесткое. Но окружение все-таки он сам себе сформировал. Конечно, да, это правда. Окружение сформировало сам. Это, так сказать, известная историческая тема любого тирана, который попадает в заложники к своему окружению. Это повторялось и повторяется сегодня. Да, выход и развязка бывают разными. Разными, и весьма разными. Подобные ситуации. Ну, вот Федору очень такое злобное письмо, само название уже абсурд, имеется в виду Совета, да. Президент гарант конституционных прав и имеет в прямом подчинении силовые ведомства, которые эти права должны защищать. А деятельность этого Совета не то, что профанация, а вредительство. Вместо того, чтобы заниматься реальными делами, по-пустому сотрясают воздух и дают возможность показать по телевизору, здесь иной вариант коммуникации применен, как милостливый государь заботится о правах, опять пропускаю, народа, да. Ну, можно придумывать любые ярлыки и упражняться в остроумии. Нет, я думаю, что Федор, он не со злобой. Вот это определенная степень безнадеги. Ну, это да, определенность. Ну, злоба там чувствуется. Злоба есть, да. Да, да, у нас вот соцопросы показывают, не знаю, уже там, по-моему, свыше 30% населения думает о том, как уехать, там, потом громадный процент недоверия к судам, к исполнительной власти, там, к выборам и так далее. Да, действительно, ситуация такая кризисная. Но, если посмотреть, вот в каждом регионе, в каждом городе, в каждом районе, там действительно вот сложился такой коррупционный костяк. Исполнительная власть, правоохранители, там, какие-то даже свои, так сказать, прикормленные журналисты и так далее. Вот с этим что-то делать надо, так сказать. Не только это все сверху пойдет, но надо именно на местах проявлять общественную активность. Мириться нельзя вот с этим. Вот я считаю, именно это будет серьезным инструментом противостояния. Общественная активность на всех, на всех уровнях. Тут еще одно было письмо, сейчас я постараюсь найти, такое достаточно интересное. Да, Павел Самара пишет, участвовал в круглом стали блогеров с руководством «Единой России» в 2008 году, после которого закрыли форум на сайте «Единой России». Нужна ли была эта встреча, если закрыли площадку общения, разогнали критиканов? Критиканов, в кавычках, я думаю, нужна, но на то они эксперты, чтобы определить момент, когда наступит симуляция деятельности и закрыть этот орган. По диалогу видно, что члены СПЧ люди разумные, может до кого-то из власти что-то дойдет, но вот видите, Павел Самара вот так это воспринимает, соглашается с вами, что все-таки с ними надо вести разговор. Да не, ну надо вести разговор, безусловно, разговор надо всегда вести, бессмысленно от него уклоняться, я-то всю жизнь занимаюсь, ну последние годы тем, что я пытаюсь выстраивать диалог с судом гражданского общества, что страшно трудно, потому что ни те, ни другие друг друга слушать не хотят, на самом деле. По причине, Леонид, на ваш взгляд, в чем? О, это не так просто объяснить. На самом деле, когда я первую встречу еще при Элле Панфиловой организовал НКОшек, таких честных, правозащитных, в основном и судей, то мне было труднее их как раз убедить, НКОшников, потому что они говорили, да с этим судом мы на одном поле вообще не сядем, да, так сказать, что ты нам? И мне приходилось убеждать в том, что история не придумала другого инструмента, все равно, так сказать, суд как институт должен существовать, и рано или поздно что-то начнет меняться, и давайте будем к этому готовы, поэтому контакты, диалог все равно нужен. Что касается предыдущего сообщения насчет и высказывания коллеги, что вот надо в провинции работать, я должен сказать, что в провинции все намного страшнее, конечно, выглядит. Там не забалуешь, там любое слово, во-первых, имеет эквивалент, негде произнести, во-вторых, оно сразу может откликнуться и масса рычагов на человека нажать, или по каким-то коммерческим линиям, или еще как-то. Я вот только что вернулся из Екатеринбурга, где пытался разобраться для себя в ситуации с Ройзманом и Оксаной. Я думаю, что для себя я разобрался, но это страшно, потому что там просто скрутят и не сильно будут считаться. Поэтому в провинции, да, конечно, нужно. Нужно что-то делать, да, не ждать, что там действительно... Да, нужно, коллега, но это надо говорить людям, которые в ситуации все время под боем, да, так сказать, и надежды на то, что это там в регионах... Там очень много в регионах более человеческого и живого, чем есть в Москве, да, меньше фальшивого, но там очень жестко. И от региона к региону там по-разному. Екатеринбург далеко не самый худший, там УФА в сто раз хуже, естественно. Но там трудно шевелиться. И кто защитит тех, кто идет в бой. И хочется, конечно, использовать эту площадку, в том числе этого совета, я, по крайней мере, намереваюсь ее так использовать, чтобы прикрывать тех людей, которые там реально страшно. Региональных журналистов и правозащитников. Смотрим, скажем, вот в Махачкале, вы же сами знаете прекрасно, газета Черновик. Не сдается, не сдается, скажем. В Казани там правозащитный центр, ну вот сейчас накопал массу там нарушений по милицейскому произволу, применению пыток. И в каждом регионе, ну есть 2-3 организации. Не в каждом. Пусть небольшие, но я вам могу назвать. Они действительно задавлены со всех сторон, но надо вот действительно им помогать. Добрый вечер, алло. Да, алло. Добрый вечер, добрый вечер. Меня зовут Илья. Вопрос к вашему гостю. Вот только что было сказано про ситуацию в Вихренбурге с Ройзман. Вот хочется узнать поподробнее, что ваш гость для себя вынес, как, по его мнению, будет в дальнейшем ситуацию развиваться, чем назад. Да, спасибо, Леонид. В 2 минуты не скажешь. Общее впечатление такое, что, ну если в двух словах, просто вот, ну есть власть, она обновляется периодически, она чужая, приехала откуда-то, ей удобно просто ровнять площадку, чтобы ничего не торчало, да, так сказать. И по этому принципу, это принцип жирафа, да, вот высунулся, так сказать, тебе башку отшибают. И это главная причина, почему их там гнобят. Но как будет развиваться ситуация? Думаю, что не загнобят. Думаю, что не загнобят, во-первых, очень крепкие ребята, во-вторых, ситуация вышла, в том числе с помощью институтов каких-то, в том числе и с помощью совета, она вышла на поверхность. Это легко, так сказать, их задушить втихаря, в тени, а когда это уже при свете, это сделать сложнее. Интересно, а Прохоров как-то высказывает свое отношение? Высказывает, да. Высказывает. Высказывает. Я читал как-то его пост на эту тему. Вы в эфире, как вас зовут? Алло. Нет. Ну и все, мы будем заканчивать, потому что наше время выходит. Я искренне надеюсь, что действительно из этого института что-то получится, благодаря в том числе и моим сегодняшним гостям, да, потому как если иначе, ну и чем мы тогда здесь делаем? Я имею в виду сейчас не наше присутствие в эфире Финамо ФМ. Вообще. А вообще. На этой земле. Да, в государстве российском. Разочарований огромное количество. Троллинг политически просто страшный стал. Но хочется верить, что и серьезные темы, в том числе и права человека, в России будут реально защищены. И это во многом будет зависеть не от Путина, а от самого гражданского общества. В декабре прошлого года смогли выйти, показали, потом схлынуло. Ничего страшного. Но хотелось бы, чтобы не только пиковые были значения, но и в течение всего периода этот процесс развивался. Леонид Никитинский, Александр Брод. Реальное время Финамо ФМ. Реальное время Финамо Финамо. Эксп strain.